И все, привет, ребят, с вами Сарвак, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен нашей замечательной мини-игре. Сегодня у нас последний день, и сегодня мы вместе с вами будем заканчивать с этой замечательной мини-игрой. Как вы знаете, а может не знаете, я дошел до как раз-таки предпоследнего чекпоинта, да, до шестого, получив его, и дальше не делал абсолютно ходы и решил копить все это дело до самого-самого конца. У меня получилось дойти до 86-й планеты за 100, ровно 100 ходов. И сегодня мы будем делать финальное прохождение этой мини-игры. Также сначала выполним ежедневные заданки, мне нужно сыграть одну каточку в контроле точек. Ну а дальше мы будем все это дело вместе с вами проходить. Если вам подобного рода видосы нравятся, да, если вы были вместе со мной с этой всей мини-игрой, да, и следили за тем, как у меня получается и проходить, и ловить энергию, да, то есть и фармить как можно больше, чтобы эта мини-игра была успешна, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот замечательный канал, ну и также не забывайте про розыгрыш, который прямо сейчас у нас имеется на канале на 2 миллиона кристаллов, на 30 тысяч танкоинов. По моему личному тегу, который можно найти в настройках игры в аккаунтике, вот здесь вот устанавливаете мой личный тег-тег-темпэ, дальше оформляете покупку в магазине, ну и заполняете форму, которая есть в описании. Ну а мы быстро отправляемся в бой, давай скатать каточку на уже, ну просто излюбленном моем дико-страйкере. Выполним заданки, может меня даже сейчас запикает какую-то начатую катку, чтобы это все дело было быстрее, ну и потом будем тратить энергию. Единственная только проблема в том, что я так и не поймал одну энергию, которой мне как раз таки не хватает, чтобы у меня был еще один плюс ход, но если вдруг как раз таки этого одного хода мне будет не хватать, чтобы пройти мини-игру, ну тогда мы, я думаю, что будем уже приобретать дополнительную энергию за как раз таки кристаллики. Ну, в принципе, я готов тратить на все это дело кри, и даже если это потребует большего количества, чем нужно, да. Я вообще надеюсь, что как раз таки на последнем чекпоинте меня будет побольше откидывать назад, да, потому что если меня, например, будет откидывать назад побольше, то у меня будет больше возможности зафармить как раз таки танкоинов, да, то есть за последним, во-первых, чекпоинт там и так, за шаги танкоинов дают как бы повышенное количество, потому что это ластовый круг, ну и если откидывать будет побольше, то, соответственно, зафармить этих танкоинов у меня получится побольше, хоть и, ну, как бы, кристаллы, я считаю, что у меня вообще абсолютно не проблемно, да, то есть заработать крии, а вот танкоины получить дополнительные всегда, я думаю, что приятно, особенно вместо кристаллов, да, то есть это, грубо говоря, обменять кристаллы на танкоины. Так, что касаемо победы, победа определенно нам как бы не надо, но если бы мы сейчас быстренько сделали досрочку, было бы очень хорошо. Овердрайв у нас здесь дроповый, я так понимаю, что не падает на этой карте, да, то есть овердрайва у нас нету, соответственно, надо будет прожать свой овердрайв, чтобы мы уже точно эту заданку тоже выполнили дополнительно, и тогда стараемся сделать досрочку в рамках этого боя. Противник, в принципе, наверное, не суперсильный, но и дикострайкера здесь, ну, по ощущениям, я думаю, что можно неплохо раскрутить на очки. Я все так же на дикострайкере с гиперионом, как по мне, лучший дрон для реализации как раз-таки этой комбинации. Ну и посмотрим вообще, сколько очков мне удастся за эту катку заработать. Интересно, да, то есть за цпшку дефолтную сколько я смогу получить, потому что я в последнее время играю, как правило, как раз-таки в таких режимах, как штурм, да, как ТДМ, и цпшку, ну, наверное, с точки зрения очков реализовать не так легко, если еще учитывать тот факт, что у нас цп занерфили, да, но ради заданочки вот сейчас мы все это дело вместе с вами проверим, сколько у нас получится заформить. Надеюсь, что цифры будут хорошие, да, если тыщеночку какую приподнять, то я думаю, что это было бы уже бы очень и очень неплохо. Ой-ой-ой-ой-ой! Стильно страйфанул, но даже при этом, даже при этом в минус не упал. Хорошо, хорошо, так, Хоппер хочет, наверное, в меня овердрайв нажать, я не знаю, что он так подъезжает, аккуратно, аккуратненько так подъезжает, молодой человечек, как будто хотел Оудик нажать в меня, вот он и нажал этот овердрайв. Так, спрашивает стрим, наверное, это у меня спрашивает, поэтому видим, что нет. Так, и у нас 9,5 минут до конца. 9,5 минуток. Пробуем делать киллы. Пробуем здесь накидочку оформлять как можно жестче. Эту точку крайне сложно захватить, поэтому, если что, отправляемся лучше вот сюда вот. Отличную сводилову даем по мамонту. Забираем его. Дополнительно забираем еще викинга рельсочку. Так, и у меня 350 очков уже. Очень неплохой результат. Единственная только проблема в том, что мы практически не контролируем точки, и весь контроль точек как раз-таки у оппонентов. Соответственно, у нас меньше шансов на победу в этой катке, но мне надо в цепи чисто заработать кристаллы, и получается, надо один овердрайв прожать. Поэтому, в принципе, наверное, ничего такого сверхсложного нету. Ну, надо просто постараться выиграть эту катку, да. Хотя, наверное, уже сейчас сделать досрочку будет крайне-крайне сложно, потому что у нас по точкам, ну, плюс-минус равенство, да, на постоянной основе здесь с противником. Поэтому у нас уже тут плюса вряд ли большого будет. Так, Викожига вжимается. Ой, я даже вообще ничего не успел сделать. Меня быстро разобрали. Ну, овердрайв хоть и раздал на тиммейта, но на Бревалова произошла очень быстро. Так, по Мамонту сводяночку даем. Контентовую сводяночку по двум хотел вообще зарядить, но, к сожалению, один у нас отъехал. Так, Мамонта добиваем. Ну, и здесь рельса меня тоже сливает. Что у меня по резистам? Рельса. Шафт. Хорошо. В принципе, пойдет. В принципе, пойдет. Единственное, надо только контролить, стараться точки. Стараться не отдавать и контролить как можно больше. Так. Здесь у нас Викинга Жига. Быстро тоже меня сливает. 500 очков уже. 500 очков за полбоя. Ну, здесь я в 1000, если выйду, то будет очень хорошо. Очень хорошо. Будет мега сильно. А то есть, что-то тут еще человечек на меня ругается, я так понимаю. Интересно, к чему его вообще сообщение, да? Если он откроет тап, то пусть он, наверное, для начала посмотрит, что происходит и кто здесь каточку руинит. Кто-то фулкрипочек, который 100 очков набивает за полбоя. Для чего он это пишет, я фиг ее знает. Ну, ладно. Мы, конечно же, трейхардим-потеем. Стараемся на победочку сыграть. Ну, а ребяточки пусть тут выписывают, что хотят, как говорится. Правильно? Мы же делаем просто максимум на своем вооружении. Стараемся выиграть эту каточку. Так. Мамонт какой-то у нас здесь. Есть контактичек. Попробуем еще по нему чуть-чуть накидать. Чуть ему накидать. Есть контактик. Ладно. 610 очков. 610 очков. Шикарно. Шикарно. Пока что все шикарно. Пока что все выглядит мега круто. И мы, кстати, захватили все пять точек. Быть может, даже на досрочку сейчас получится залететь. Контролинг правой точки пока что у нас имеется. Центр под контролем. Нет, центр уходит. Левая уходит тоже. Левая точка у нас уходит. Так. Ну, центр мы точно можем побороться. Правая у нас на контроле. Так. И центр мы можем тоже не отдать. Можем не отдать. Можем не отдать. Можем покидать. Так. Овердрайв. Вот так вот на тиммейта раздаем. Плюс заморозочку. По-моему, то, чтобы он мне меньшее количество урона наносил. Так. Ну и лишь одна точка у противника на контроле. Остальные точки у нас. Так. Еще и наши тиммейты стараются эту точку единственную тоже захватить. Централочка уходит. Ну и если в таком ключе мы будем контролировать точки, то это было бы очень неплохо. Может быть даже... Может быть даже бы и на досрочку выходили бы. Так. 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 Есть контактик. Хорошо. Шикарно. На центральную точечку. Упадаем. Так. Наш викинг, кстати, тоже забирает еще и боковушку. Шикарно. Только у нас здесь начинают края забирать. Начинают еще края забирать. Здесь быстренько тиммейты, я думаю, что заберут сами. И я могу подпукнуть дальше на агрессию. Ну и постараемся. Постараемся как раз таки забрать еще и ешечку. Тиммейт забирает? Забирает. Шикарно. 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 Пять минут до конца. Пять минут до конца. Пробуем выиграть боечек досрочно. Ну и не забываем, что мне надо еще один овердрайв прожать. Мне надо прожать еще одну оверку, чтобы у нас все было четко. Чтобы было все четко. Так. Ну и меня здесь все-таки на сводке восьмеркой. Восьмеркой страйкер забирает. Так. 50-28. Противник начинает забирать точки. Плохо. 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 Стараемся не отдавать. Стараемся. Блин, как же много вулкан урон наносит. Офигеть. Эта пушка на сегодняшний момент времени, конечно, мега-мега сильная. Так. Четыре минуты до конца. Пробуем сейчас забрать вот эту. По очкам все выглядит вообще здесь шикарно в рамках этого боя. Пари, 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 пари. Есть контактик. Есть контактик. Есть контактик. Так. Три с половиной минутки. Пробуем, пробуем, пробуем. Уже у нас противник все отрывы скрутил, к сожалению. К сожалению, все скрутили, ребяточки. И еще и даже мы можем слить. Вот эти мне, конечно, ЦП очень сильно не нравятся. То, что ты можешь супер жестко потеть, выигрывать. Да. А потом бац. И тебя просто вытягивают в катки за последние там пару минут. Да. Потому что здесь, ну, ты просто в моменте перестаешь, например, контролировать точку. Да. Хотя ты, например, на протяжении всего боя доминировал и выигрывал. И это, конечно, грустновато. Грустновато. Это очень грустновато. Так. 41-47. Пробуем забрать точку здесь сбоку. Шикарно было бы, если бы мы ее забрали и сразу на пушинг в центр поехали. У нас 2.30 до конца. Я успею набить, я думаю, что еще одну оверку. Да. И тогда надо еще один дополнительный овердрайв свой добавлять. Вжимать. И стараться на эту каточку выигрывать. Так. Противник пытается захватить, отхватить, вернее, нашу точку. Пробуем сейчас всех их разобрать. По-быстренькому. Отлично. Тиммейт не хочет никакой подъехать. Мог бы, если честно, подъехать. Пока я бы поехал бы дальше. Так. Контактик. Пробуем забирать централочку. Пробуем забирать централочку. Так. Отличненько. Бомбочка. Так. Дэшечку на скруточку дали. Хорошо. Тыщенка есть. Тыщеночка есть. Так. Бэшечку на захват противник держит пока что. Сводяночку вкусную даем. По мамонту. У него, конечно, очень таймингово. Хорошо. Овердрайв свой прожался. Поэтому здесь мы его сразу же слить уже не можем. И противник еще и все точки контролирует. Но это печаль беда, если честно. Это печаль беда. Потому что при таком раскладе мы эту каточку точно не выиграем. Так. Сводянка не в меня. Купер просто стоит на сводках. Просто стоит чел на сводках. Я в шоке. Чисто просто сводится. Тыщенку я свою набил. Но катку, походу, мы все-таки эту никак уже не выиграем. Не забываем, что мне надо нажать еще оудик. Так. И 90% у меня уже имеется. 90% уже имеется. Но по контролям, по точкам у нас только одна точка на контроле. И все. Одна точка на контроле. И это, конечно, максимально грустно и печально. 98% овердрайва. Сотка есть. Вжимаем овердрайв. Так. И добавляем еще один. Свой оуди. Чтобы как раз-таки у нас была возможность выполнить еще и заданку. Ну и попробовать камбэкнуть. Но у нас времени уже нет. Уже просто нет времени на этот замечательный камбэк-чек. 15 секунд до конца. 1100 очков за такую катку мы вместе с вами зарабатываем. Что является довольно хорошим показателем. Для как раз-таки контроля точек. Очень хорошим показателем. Поэтому попробуем, 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 попробуем сейчас посмотреть. Так. Семерочку дали. Вообще бомбочка. Бомбочка. Так. Отправляемся сначала, значит, в заданки. Отправляемся в заданочки. Фиксируем здесь плюс энерджи. Так. Ну и все. Ну и все. И начинаем проходить нашу замечательную мини-игру. Все финальное только и только начинается. 259 энергии. Это 25 полноценных ходов у меня имеется. И хватит ли мне этого, чтобы пройти эту замечательную мини-игру. Поехали. Раз. Плюс один. Раз. Плюс один. Раз. Плюс один. Плоховато. Пока что, если честно, метеоритов здесь мега много. Мега много. Еще плюс один. Еще. Плюс один без откидки. Без откидки. Встал просто на метеорит и меня даже с него не откинуло. Еще один метеорит. Встаем. И опять не откидывает. Меня просто не откидывает с метеоритов. По плюс одному мы чисто шагаем. Метеорит. Откинуло с метеорита. С двух не откинуло. С третьего откидывает. Дальше. Плюс один. Плюс один. Плюс еще один. Плюс еще один. Плюс. еще один чисто по единице вообще не дает больше никакого дополнительного плюса остается сто energy меня не откидывается метеорита плюс 2 без откидки плюс 1 без откидки плюс 1 откинула боже сколько метеоритов я съел уже офигеть просто меня с двух метеоритов откинула из скольки количества просто сколько там их было еще плюс 2 этот метеорит мы перелетаем в очередной раз еще плюс 1 бы мне так это энергии даже хватит что ли мне хватит этой энергии чтобы пройти мини-игру 123 хода на 123 откидывает не откидывает 124 откидывает не откидывает офигеть мне хватило всей энергии без покупки дополнительной серьезно у меня было сколько 25 ходов до ровно 25 ходов мне понадобилось от получается 86 планеты до 103 планеты я делаю последний ход и впервые впервые прохожу мини-игру без ну вообще в принципе прохожу мини-игру да потому что я ни разу я не проходил но еще и без единого вложения танкойнов а то есть ни одной спицухи за танкойны ничего не покупал все вложения были исключительно за кристаллы и за по пойманы и как раз таки дополнительные предметы я конечно хотел чтобы меня побольше откидывала на последнем кругу но я делаю последний ход и мы официально прошли эту мини-игру за последний круг я залутал 300 всего лишь всего лишь 300 танкойнов 90 контейнеров 210 тысяч кристаллов по 600 дэшек дэшек нитр 300 аптек твинс новый рф и как раз таки твинс пульсар который у меня и так был вот такие вот у меня результаты получились даже тысячи танкойнов я не получил с этой мини-игры даже 1000 танкойнов я не получил крайне-крайне мало не знаю мне почему-то казалось что у меня будет возможность получить намного больше этих самых замечательных танкойнов но по итогу 965 танкойнов 415 тысяч кристаллов 241 контейнер по такому вот количеству припасов говорить уже не буду ну и вот все эти замечательные скины и предметики мы вместе с вами за лу-та ли целом я думал что седьмой чекпоинт будет намного намного сложнее для меня но вы видите что разница между седьмым и шестым чекпоинтом просто минимальная просто минимальная да то есть если с точки зрения танкой на смотреть 50 танкой на только разница по что меня вообще не откидывал просто нет я не знаю что за халява да и я честно на последнем бы чекпоинте хотел бы чтоб меня наоборот побольше бы по откидывал чтобы была возможность побольше поформить как раз таки танкойнов но вы видите что меня даже и не по откидывала с двух метеоритов откинула и за вот все что там было да один я получается перелетел и получается на 8 наверное наступил метеоритов из 10 до жестко русска с 8 просто не откинул просто нетки всегда бы так везло на таких мини играх честно хотелось бы чтобы удача была на моей стороне вы сами все видите но вот так вот мы вместе с вами заканчиваем эту замечательную мини игру делитесь своими впечатлениями делитесь своими прохождениями пишите в комментариях сколько ходов сделали вы до куда вы дошли до какой планеты за это количество ходов какие предметы получили до получили ли то что вы хотели с этой мини игры ну и на последок я конечно же возьму ластовые скины паладина твинца твинца я еще не одевал потому что только-только сейчас получил ну и вот такую вот такую вот торпедку мы вместе с вами залутали с этого замечательного вента плюс еще паладина рикошет которого у меня тоже не было но все таки крусейдера твинц в моем понимании это более ценные скины которые я хотел бы получить и как раз таки мы их и получили с этого замечательного ивента хотя в принципе для меня лично ну скины это такая вещь то есть не супер то что я там знаете там горю мега мега мне нужны эти скины но дополнительный бонус я думаю что тоже такой вот приятный поэтому пишите в комментариях до куда вы дошли в этой замечательной мини игре сколько ходов вы сделали какие у вас успехи получились все таки сегодня уже последний день этого ивента видос выходит я думаю что таки вечером ну и конечно же поддерживайте данный видос лайком если вам эта мини игра понравилась и вы бы хотели бы чтобы я следующие мини игры также активно вел и старался их полностью проходить 7 миллионов кристаллов я уже 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 на следующую мини игру буду копить уже буду копить буду оставлять эти кристаллы при любом раскладе и также меня просили сказать сколько я плюс-минус потратил своих крисов если честно я супер сильно не помню да конечно все видосы есть на канале если что можно посмотреть но мне так кажется что в районе 10 миллионов я потратил в районе 10 миллионов я потратил кристаллов на как раз таки прохождение это мини игры и в целом наверное это не так много не так много да то есть уж то но мне кажется что в моменте могли бы быть траты намного намного больше если вы мне как раз таки не везло да потому что у нас например за сколько там получается за 6 миллионов кристаллов можно купить 30 ходов да то есть целом наверно если мне не везло то надо было бы потратить значительно значительно больше пишите все и конечно поддержите видос лайком подписывайтесь на канал если вы еще вдруг не подписаны с вами мистер ванка всем друзья спасибо за просмотр всем удачи и всем пока